Друзья, всем привет! Это будет второе видео о том, как я установил смеситель гигиенического душа. В первой части, как вы помните, я устанавливал смеситель гигиенического душа прямо в бачок от инсталляции. Ну а в этом втором видео я буду устанавливать инсталляцию гибрид, подключать ее и также параллельно подключать смеситель гигиенического душа. В общем, смотрите это видео. Всем приятного просмотра. Ну и не забываем ставить лайк, подписываться на канал. И пишите в комментариях, что вы думаете вообще об этом видео, об этой работе и об экспериментах с сантехникой. Поехали! Монтировать инсталляцию будем мы вот в этот промежуток. Данное расстояние от стенки до стенки у нас сейчас составляет 72 см. С учетом плитки с обоих сторон у нас останется 70 см. Вон там за кусочком плитки находится канализация 110 диаметра. Ну то есть туда мы будем подключать слив канализации от инсталляции. А вот этот кусочек трубы, торчащий из заглушенной, это у нас холодная вода. А вот этот кусочек трубы, торчащий из стены, это у нас горячая вода. Две трубы нам нужно было для того, чтобы подключить смеситель для гигиенического душа. С чего нужно начать установку инсталляции? Это естественно нам нужно для начала подключить ее к канализации. Потому что это единственный момент, который нас сдерживает. Канализация порой занимает очень много места и очень далеко может отодвинуть инсталляцию от стены. Но это нам нежелательно, потому что ширина от стены до края инсталляции у нас должна быть 18 см. Почему? Потому что у нас полочки будут 20 см. И поэтому нам не нужно отходить от этого расстояния. А размер инсталляции у нас составляет 50 см. И как вы понимаете, остается по 10 см с каждой стороны для того, чтобы установить смеситель гигиенического душа. Ну в нашем случае смеситель гигиенического душа будет очень маленький, поэтому мы спокойно его можем установить в любое место, с любой стороны, которое нам будет удобно. Ну что ж, посмотрим, что у нас получится. Поехали. Так, напоминаю еще раз о том, что высота инсталляции от чистового пола должна составлять 1 метр. Вот по этой отметке. Но если вы поднимете инсталляцию на пару сантиметров, в этом нет ничего страшного. Так что не переживайте. Подключение инсталляции канализации выполняем путем подбора углов. Углы есть от 15 до 90 градусов. Мне пригодился угол 15 градусов. И вот с помощью него, в общем, я установил канализацию именно в то положение, в которое нужно для подключения этой инсталляции. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, друзья, вы посмотрели небольшое видео о том, как я установил инсталляцию, как подключил ее и как сделал вывод для гигиенического душа. Вот он находится вот здесь. Регулировка душа находится вот в этом месте. То есть, додали нужную температуру и закрыли кнопку. И далее уже пользуемся этим краном. Открываем. Закрываем. То есть, закрыли, установили лейку на место. Все. Нужно использовать. Открыли. Воспользовались лейкой. Закрыли и установили лейку на место. Вот и весь процесс. Вот и весь смеситель гигиенического душа. Как видите, он занимает очень мало места, так как здесь пространства у нас было очень мало. И это вот самый оптимальный вариант того, что можно было здесь установить. И я этот смеситель установил здесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На этом, я считаю, можно завершить видео о том, как я устанавливал смеситель гигиенического душа в бачок от инсталляции. Я вам продемонстрировал, как работает данная система, как работает сам гигиенический душ. Ну что ж, если после вот этого всего у вас еще остались какие-нибудь вопросы, вы их можете задать в комментариях. Я обязательно с удовольствием на них отвечу. Ну а если вопросов у вас нет, вы можете просто написать свои пожелания в комментариях. Ну или что-нибудь приятное. Это тоже приятно. Ну а также не забываем ставить лайк, подписываться на канал. Не забывайте включить колокольчик для того, чтобы не пропустить выходы новых видео, которые выходят на канале Перестройка 116. Также можете подписаться на мои аккаунты в Инстаграме, ВКонтакте. Там я выкладываю фото, видео, отчеты моих работ, которые я делаю на объектах. То, что иногда не попадает на канал, то есть в Инстаграме, либо ВКонтакте. Так что обязательно подписывайтесь и на них, для того, чтобы быть в курсе всех событий, которые творятся в моей жизни. Ну что ж, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на новых видео. С вами был Капсидолинар. До новых встреч. Всем пока-пока.